так всем привет вы на канале тренер хапаев я вернулся домой после отпуска так называемого где прекрасно потренировался и сделал свои тренировки силовые подготовка к очередному турниру идет и конечно же потренировал свою группу в комнате в гостиничном номере где нету не шведских стенок не резинок а вот просто со своим телом разобрали хорошо боли в коленном суставе потому что у меня сейчас есть некоторые проблемы с коленом и мы в сообща по находили причины этого этой боли и я показал как я восстанавливаю реабилитирую свое колено это все в записи если кто-то придет в группу запишется захочет записаться он найдет это все в архиве находится это легко найти сейчас я хочу вот какую тему озвучить которая уже не раз из моих уст звучало но каждый раз когда я вижу комментарии я не знаю почему я уже к этим комментариям привык но всегда когда я вижу наверное знаете попадает под настроение обычно их баню вот вижу этот комментарий я даже не ничего не как-то не реагирую уже потому что привык вот смотрите 12 лет у меня коксоартроз 12 лет коксоартроз запомнили до порядка семи лет у меня был асептический некроз третьей степени ну операционная степень то есть у меня не шло по какой-то поступательной там да папа восходящий а у меня сразу коксоартроз третьей степени операционный вот но я выступал на соревнованиях тренировался тренировал группу иногда у меня были какие-то дни когда я немножко прихрамывал когда-то не прихрамывал я избавил себя полностью не только я себя избавил я избавил многих людей которые у меня в группе в течение там от 3 до 20 дней от ночных боли от вот этих самых страшных неприятных ощущений когда спать невозможно и конечно день потом весь насмарку то есть я нашел решение для себя и этим пользуются одногруппники и до сих пор пользуются то есть уже есть специальные уроки которые избавляют от ночных болей давайте еще раз скажу значения 12 лет коксоартроз второй степени на правой ноге и на левой сейчас стоит эндопортез потому что вырезали этот астетический некроз который называется инфаркт сустава инфаркт сустава то есть это когда все бляшка образовалась в артерии кровь не проходит в кость внутри кости вся вот эта структура внутри кости она разлагается она умирает она гниет смерть живет вашем суставе там внутри не только в хрящевой ткани снаружи но и внутри кости она или проваливается там ну раскисает в общем уже не держит да и вот за счет тренировок за счет силы мышц я избавил себя от боли и спокойно жил с этим диагнозом в пределах от семи лет потом уже когда врач сказал ну хирург сказал что олег у тебя в любой момент просто кость провалится ты упадешь на улице то есть то что ты тренированный это все здорово то есть ты смог вот эту боль носить на ногах но у тебя просто кость провалится то упадешь где-то на улице и придется оперативно делать операцию и это могу оказаться не я ну хирург мой знакомый могу оказаться не я да куда привезут как привезут то в общем это уже будет такая операция скорая помощь вот и мы решили сделать эту операцию потому что были уже какие-то осложнения в такие но серьезные которые заставили меня все-таки пойти на эту операцию вот люди задают вопрос их очень мало вот мы минимальный процент блин это вот такой знаете один процент вот людей которые живут с внутренней жабой внутри у него поселилась жаба и вот он с ней не может расстаться и он пишет а как вы это вот тренируете а сами операцию сделать я всегда привожу пример что человек тренирует будет вот допустим я там тренирую сейчас суставников артрозников гоноартрозников я тренирую еще по пауэрлифтингу пожиму лежа там раз по отдельным движениям вот тренирует человек допустим я не знаю ну кого волейболистов баскетболистов да просто вот человек тренирует группу здоровья там я не знаю китайскую гимнастику какую-то да и у него вдруг случается инфаркт сердца вот он прямо вот группа он тренирует у него раз инфаркт сердца случил случился так что вот у него сердце остановилось вызвали скорую помощь там где-то минут 15 нужно для того чтобы быстро все сделать и чтобы избежать смертельного исхода он пережил этот инфаркт и вот у него будет спрашивать как же вы нас тренируете в группе здоровья а у самого случился инфаркт да или там инсульт случился то есть человек тренирует там группу здоровья там йогой например да и у него время тренировки инсульт случился ну зрелый мужчина или зрелая женщина там прекрасной форме там тренированная ну инсульт инфаркт случае случится может у любого у тренированного у не тренированного кто думает что вот эти все вещи они происходят только у алкашей там у каких-нибудь бомжей но это же не так да то есть вот например мой хирург который меня оперировал он говорит у меня давно уже первая или вторая стадия коксоартроза ну вот что нужно что я должен у хирурга спросить я слушай я не буду делать у тебя операцию потому что у тебя вторая степень коксоартроза как же ты делаешь операции другим если у тебя у самого такое заболевание но вы когда перестанете задавать вот эти бредовые вопросы вот что вас подталкивает вас какая-то внутренняя неудовлетворенность у вас какая-то зависть или что у вас там внутри что вас подталкивает мы допустим допустим вы чувствуете здесь какое-то несоответствие вот для себя вот да вот я обращаюсь к этому одному проценту вот вы допустим почувствовали какое-то несоответствие ну переключите вы этот канал там ну выключите скажите не хочу я его смотреть вот этого бородатого мужика перейдите на там другого лысого мужика который там которого по телевизору показывают там и в интернете его много показывают другому перейдите у который в белой вот таком белом колпаке сидит что-то рассказывает да их же много кто рассказывает про коксоартроз что вы там меня пытаете что вы хотите узнать вы хотите узнать как у меня случился инфаркт сустава откуда я знаю знаю вот как я пришел на рентген после операции через год проверять сустав там но через полгода приходил потом через год мы с хирургом смотрим на рентген он говорит слушай тут у тебя какое-то новообразование в ягодице ну-ка эти него через рентген не могу понять то ли в жопе то ли вот где-то ближе сюда то ли спереди то ли сзади или что там он говорит кость у тебя выросла я говорю что за кость вот такая косточка когда вот во время операции большая потеря крови идет вот на кровь вот эта кровь дает рождение или фиброзному образованию или кости я говорю как откуда почему у меня в жопе кость он говорит это один бог только знает почему вот так у тебя произошло но могло быть какая-то какая-то могла быть фиброзная капсула у тебя косточка выросла то есть кровь дала новую жизнь вот до новую жизнь там что-то стало развиваться да ну то есть хирург не знает он не знает и многие врачи не знают ответов на вопросы которые вы задаете мне например на почему асептические некроз и почему вы тренируете и он у вас не прошел это идиотизм какой-то вот да знаете мы все предрасположены к инфаркту и к инсульту мы все предрасположены допустим каким-то желудочным заболеванием так что теперь не тренироваться что теперь что не жить что ли ничего не делать то есть если я за счет тренировки могу стабильно нормально жить и ходить нормально мне что этого не делать потому что у меня асептический некроз диагноз стоит вы чё такие тупые вот которые задаете этот вопрос чё у вас там с головой причем так интеллигентно пишите извините я бы вот хотел узнать там знаете с такой подковыркой там а почему вот у вас вот так и раз вы там тренируетесь вот я знаете мне тяжело я тренируюсь и мне становится легче вот такое объяснение подходит вам у меня асептический некроз который с которым люди через полгода через год идут на операцию я 7 лет с ним ходил с сложной степенью асептического некроза и выступал на соревнованиях и не корчился от боли спал спокойно что вы будете делать со своим асептическим некрозом если вы кто-то кто задает этот вопрос и имеете его я не знаю можете пить водку колоть наркотики себе что хотите делайте я выбрал спорт и также у меня еще раз повторяю 12 лет у меня без изменений коксоартроз второй степени на правой ноге которого я вообще не замечаю а люди на стену лезут от боли при коксоартрозе не при асептическом некрозе это разные заболевания они могут совмещенные быть они могут по-разному идти поэтому когда вы пытаетесь покусать кого-то вы подумайте о своей личной жизни как она складывается у вас все ли у вас хорошо в вашей семье вашем внутреннем мире все ли у вас гармонично что вы копаетесь в чужой жизни начните со своей жизнью разбираться это гораздо будет вам приятнее продуктивнее лучше и тогда все будет хорошо тогда у всех будет хорошо и у вас будет хорошо и у тех кого кому вы не придете не залезете потому что вы лезете в чужую жизнь это считай то же самое что вы в чужой дом залезли понимаете то есть в чужой дом когда вы залазите вас могут посадить за это а вот здесь есть возможность залазить в чужую жизнь думайте ну а всем здравым нормальным людям всем живем без боли все будет хорошо если мы сами этого хотим а кто хочет тренироваться со мной ссылочка будет здесь внизу пишите мне все пока